Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Модернизация котельных, теплосетей, организация водоснабжения, реконструкция очистных сооружений и другие виды работ, на которые в муниципальных бюджетах денег никогда не хватит. Программа Экономика. В Кировской области выявили пять черных кредиторов. Это на два меньше, чем в 2019 году, сообщает региональный Минфин, ссылаясь на данные Банка России. Нелегальными называют организации, которые, например, под видом комиссионных магазинов предоставляют людям кредиты под залог имущества. Для привлечения клиентов они публикуют объявления в газетах, расклеивают объявления с заголовками «самые выгодные займы», «кредиты под низкие процентные ставки», «финансовая помощь», «быстрая и без проблем». При этом, как поясняют в ЦБ, они не имеют статуса финансовой организации, деятельность эта не регулируется Банком России и находится вне правового поля. В целом, за 2020 год в стране выявили более полутора тысяч организаций с признаками нелегальной деятельности. Это более 200 финансовых пирамид, 400 нелегальных форекс-дилеров и более 800 нелегальных кредиторов. Кировский бизнес еще может успеть получить статус социального. Срок подачи заявлений на подтверждение такого статуса продлили. Он истекал в мае. Но Минэкономразвитие страны разрешило подавать документы до конца года. Статус такой могут получить как предприятия, работающие в социальной сфере, так и любые компании, штат которых не менее чем наполовину состоит из социально незащищенных граждан. Социальные предприниматели могут получить займы по сниженным ставкам, претендовать на гранты от государства. В Кировской области на гранты в этом году выделено 20 миллионов рублей. Сейчас от предпринимателей региона принято свыше 85 заявлений на получение статуса социального предприятия. Их рассматривает региональный Минпромторг. Экономика Завершение валютах на сегодня официальный доллар 73,85, курс евро 89,66. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ